Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Продолжаем работу в прямом эфире Сейчас поговорим о такой Очень важной, я бы сказал, медицинской проблеме Как инсульты В Латвии, к сожалению, она очень актуальна Из-за большого количества Больных инсультом и из-за осложнений Которые возникают вследствие этого тяжелого Заболевания. У нас в гостях Два эксперта, я думаю, хорошо вам Известный многолетний Депутат Сеймон, был Раму Альтражук Добрый день Хочу напомнить нашим радиослушателям Что по профессии доктора Ажукса Неохирург, доктора медицины И сейчас преподает на медицинском факультете Латвийского университета Также у нас в гостях заместитель директора Национальной службы здоровья По административным вопросам здравоохранения Так, наверное, можно перевести Вопросы об администрировании здравоохранения По администрированию здравоохранения Эдгарс Лапсвирс Добрый день, вам тоже Да, вот может быть мы начнем Действительно, вот с этой проблемой Вчера был очень интересный семинар Где рассказывалось Вот и об этих количествах инсультов И осложнений К сожалению, вот по статистике Латвия одна из самых таких вот Стран Европейского Союза Где вот с профилактикой Вот инсульта И, наверное, вот с оперативным лечением Не все хорошо Это так, мягко говоря Господи Ражукс, почему? С чем это связано? Ну, во-первых, связано с величиной этой проблемы Это вторая проблема смерти То есть болезни сердца это первое А болезни сосудов головного мозга Это вторая Поэтому этот объем Который надо охватить профилактикой Да и лечением Очень много случаев Он огромен Ну, во-вторых, конечно, наши возможности Финансирование здравоохранения Потому что сейчас наука позволяет Уже очень многое сделать В самые близкие сроки после инсульта Но для этого нужен очень хорошо Подготовленный персонал, техника И все остальное То есть я так понимаю, что вот Если все-таки случился вот этот инсульт Да, как мы знаем Они тоже бывают два вида Да, ишемический, геморрогический Да, так сказать Но больше мы, наверное, об ишемическом будем говорить Потому что когда кровоизлияние в мозг Там уже другая специфика Другая специфика Еще более, наверное, сложная Вот если мы говорим об ишемическом Все-таки, я так понимаю, очень важно В первые, не знаю, часы Оказать вот всю квалифицированную помощь Да, совершенно правильно Если помощь оказать Специализированную в течение первого часа То можно спасти одного из двух Если два часа, уже одного из семи Если больше, там уже одного из четырнадцати Если где-то 270 часов 270 минут уже прошло Так что если в течение часа это сделать Вероятно, что спасти И спасти с наименьшими потерями Трудоспособности и жизнедеятельности Это вполне возможно То есть, в принципе, даже если вот В первый час будет оказана Калифицированная помощь Может даже избежать тяжелой инвалидности, да? Конечно, потому что эти сгустки Или то, что закупорило сосуд Они свежие Их можно растворить, убрать Пройти мимо их Это все возможно А потом это все Ну, мы знаем, как рубцы Кровит что-то А потом постепенно Это сгусток крови Рубцуется И все то же самое внутри сосуда Если мы говорим все-таки о профилактике Потому что самое главное Вообще этого не допустить Насколько это возможно В чем почему-то такая вот ситуация У нас, что так хромает профилактика И даже те больные Которые находятся в группе риска Если так можно сказать По инсульту Мы не можем вот предотвратить С помощью, не знаю, медикаментов Кто-то это недорабатывает Это, не знаю, семейные врачи Ну, вот эндокринолог Если мы говорим о сахарном диабете Да, вот может быть Несколько слов об этом Ну, во-первых Перед тем, как мы что-то Бросаем камень в огород медиков Надо сказать Что отзывчивость Самих пациентов Страдает Потому что Если уже, допустим Был один инсульт Потом Надо принимать Соответствующие лекарства На протяжении Всей жизнью регулярно Только около 40% Это делает Сначала берут Потом забывают Вроде бы все хорошо Жалоб нет То есть Вот это Участие Самих больных Или вылеченных Хромает И поэтому Я думаю Это одна из причин Ну, конечно Не было у нас До последнего времени Соответствующих Современных лекарств Они есть 2018 года Но сейчас они есть Сейчас они есть И это Думаю, что все-таки Семейным врачам Да и нашим Органам здравоохранения Надо продолжать Проводить эти компании Потому что Довосни Разъяснительные Конечно Если это профилактика Все Производится Если мы боремся С повышенным весом Уровнем Повышенным холестерина В Кураве Сахаром В крови Давлением Регулируем Диабета Показатели Нарушение ритма Сердца Да До 80% Можно снизить риск Вот у этой группы Пациентов Инсульта Вот что касается Национальной службы здоровья В чем задача Ваша Потому что Многие воспринимают Это так Может быть Упрощенно Что вот Национальная служба здоровья Это та Что выделяет Финансирование В том числе На компенсационные Медикаменты Чуть поясните В чем задача Национальная служба здоровья Чем вы обеспокоены Вот как это ведомство Если Ну разделим на На три деменсии Это профилактика Лечение И Реабилитация Да Три измерения Такие мы сделаем Да Ну и конкретно Профилактика То есть там Опять-таки Есть медикаменты Но для того чтобы Такую Ну первичная профилактика До того Как случился Инсульт Первый Например Организованно Запущена такая Программа Скрининга Которая называется Скор Где Семейные врачи После 40 лет Пациентов Даже без Симптомов Так сказать Работает Чтобы идентифицировать Этих пациентов Которые подвержены Риску Да В прошлом году Была запущена И сейчас Уже больше Половины Семейных врачей Включились В эту программу Да Больше Да Больше Около 11 тысяч Пациентов На данный момент Воспользовались Услугой И полторы тысячи По результатам Им выписана Терапия Второе Это Лекарства Да Немножко Коснулись Инновативных Когулянтов Которые Которые Ну скажем так Раньше Это Варфарин Да Самый распространенный Медикамент Ну сейчас уже Более современные Появились Да И он Понижает Уровень Холестерина Но Там есть Свои сложности Нужно всегда Может быть доктор Лучше расскажет Но там нужно Контролировать Анализы Он даже больше Снижает Жижает кровь И совсем Уже Кавитамин Его Ну ликвидируют То есть зелень Нельзя есть Ну там очень много Разных Факторов Которые могут Так сказать Влиять на эту терапию Инновативные Антикоагулянты Они лишены Или В большой степени Лишены Этих минусов Но значительно дороже А государство В каком объеме Их компенсирует На данный момент В полном 13 тысяч Пациентов В 18 Году И вот За полгода 19 Года Уже Почти 15 тысяч Пациентов И там Очень Там Сложные Договора Софинансирование С производителями Этих лекарств И Бюджет 2 миллиона На это Выделен Ну то есть Он выделен 2 миллиона Он не может Ну быть Как Мы не можем Мы не будем платить Больше Но больше Платят Производители Лекарств Потому что Если оно Выписано То Производители Обязаны Его доставить И продать И Они Ну Жалуются И грозят Уйти с рынка Если этот Элемент Не будет Повышен То есть Это Одна из Актуальных Проблем Которая Сейчас А это Связано Естественно С финансированием Государства Это Это очень Эффективная С точки зрения Инвестиций Позиция Это нужно делать Нужно повышать Но Потому что мы Предотвращаем Все осложнения Конечно Тут еще один аспект Когда нету Лекарства Значит его нету А когда оно Появляется Тогда Количество больных Увеличивается Больше Чем это Планировалось Вот это Тоже Такой Бич Но здесь Я не знаю Была Такая мысль Что надо Платить По Показателям Производителю Вот сколько Вылечено Я не знаю Как это измерить Как это измерить В онкологии Были такие Предложения Ну может Может это Потому что На самом деле Это очень Эффективно И мы На самом деле Для государства Экономим Огромное количество Средств В итоге Потому что Если мы понимаем О тех последствиях К чему Приводит инсульт То в принципе Естественная Экономия Есть Вот еще Все-таки Ни в коем случае Не бросая Какой-то камень В огород Медиков Насколько Сами Пациенты Вроде Они хотят Как бы Понимая Что они В группе риска Или что У них лишний вес И они Вроде Обеспокоены Своим состоянием Здоровья Но Активная После 60 Ну 9 раз Более Вероятное Что будет Инсульт Чем В других Возрастных Группах Ну Так что Сколько Мы можем Себя Позволить Ладно С 40 С 50 Лет Все-таки Надо активно Активно Проверять Смотреть Потому что Человек Может Не чувствовать Мерцательной Аритмии Предсердий То есть Которые Вызывают Самые Тяжелые С наибольшей Смертностью Инсульты Проверка У врача Давление Пульса Кардиограмма Это все Покажет Простейшие Методы Это выявляют Семейная Еще одна Проблема Которая Актуализирована Это семейная Гиперхолестериномия Это когда Человек Даже Ну В молодом возрасте У него Может быть Повышен холестерин В разы И Люди Умирают От инсульта И И И в 30 И в 40 лет И Не так много Конечно Но это В очень Большой степени Предотвратимо Но очень Не просто Таких Людей Идентифицировать Конечно Статистика Показывает Что каждый Пятый Школьник У нас Имеет Лишний вес Но они же Все Не больны Какими-то Эндокринологическими Заболеваниями То есть Это все Как-то Можно На уровне Приема пищи В семье Решить Этот вопрос Поэтому Очень хорошо Что Происходит Запрет Этих Сладких Напитков И Остальное То есть Как раз Сторонник Вот Таких Конечно Но В детском Возрасте Надо привить Какие-то Повадки Когда же Учить человека Здоровому образу Жизни Если не в школе Не в старости Но каждый пятый Имеет лишний вес Это значит Не школа Виновата От дома Какое-то питание Не совсем Правильное Для ребенка Вот На ваш взгляд Поскольку Вы преподаете Будущим врачам Насколько Вот Те врачи Первичной медицины Которые Сталкиваются С пациентами В самом начале Они уже Ну Нацелены на то Чтобы Заниматься В том числе И профилактикой Потому что Мы знаем Что те же Семейные врачи При всем к ним уважении Иногда Им даже негде Некогда голову поднять Потому что Во-первых Кучу документов Надо заполнить Во-вторых Очень много пациентов И они еле справляются С теми Кто уже больны Да Вот Если еще В группе риска Но еще не случилось Вот страшное Инфаркты Инсульта Ну Это наверное Редко Редко Чтобы Они занимались Такой профилактикой Видимо Здоровым Контингентом Если уже Что-то есть Какое-то Начало Что-то Показалось Да Тогда они Очень хорошо Знают Помогают Направляют Определяют Лечение Но с таким Всеобъемлющим Скринингом Этих там Двух тысяч Своих пациентов Регистрированных Или там Тысячу пятьсот Думаю Что Что не будем врать Скажем Что это пока Не происходит Я так понимаю Что Вот Если мы говорим Об инсультах С чем все-таки Как вам кажется Во второй части Мы побольше Поговорим С чем все-таки Как вам кажется Связано Что у нас Вот такое Большое количество Освлажнений Только ли Вот с отсутствием Профилактики Или вот Все-таки У нас действительно Очень много людей И с лишним весом И с сахарным диабетом И вот Уже с такими Разными Сердечно-сосудистыми Заболеваниями Ну трудно сказать Я смотрел статистику Допустим В Германии Два раза больше Ишемических Вот этих Инсультов Чем Во Франции В Италии Тоже Почти два раза больше То есть Уровень жизни В этих странах Сопоставим Наверное Культура питания Или Ограничения Как мы сейчас Смеемся Этого Красного мяса Или Недостаточное Потребление В пищу Зелени То есть Это все Имеет Культурные Такие Исторические Корни Я думаю Что В целом Культура питания Наверное Там есть множество Других факторов Но все-таки Культура питания Потому что Ну я думаю 85% Всего Зависит от того Какой Какая культура Питания Какую пищу Люди принимают Привелся недолго Новости и реклама Я вижу Что есть звонки После небольшой паузы Мы продолжим Не переключайтесь Еще раз добрый день Продолжаем разговор О таком Я бы сказал Биче нашего времени Как сердечно-сосудистые Заболевания В частности Инсульты Вот господин Раджук Все-таки Я понимаю Что там Следствие покажет Не хочется Особенно вдаваться В ту историю С этим врачом В резекненской больнице Но все-таки Как вам кажется Вот то что Не оценил он Состояние пациентки У которого Судя по всему Случился второй инсульт Да Это связано Действительно С какой-то Очень большой нагрузкой Которая ложится На врача Приемного отделения И все-таки Здесь недостаток Квалификации Что тут можно Сделать Быстрее недостаток Квалификации Потому что Это был повторный Случай Первый случай Тоже был Очень-очень громкий Дошло до Общества врачей Но общество врачей Комиссия Ну не приняла Какого-то решения О профессиональной Пригодности Врача И доктор продолжал Работать Продолжал работать И по рассказу То что В средствах Массовой информации По рассказу Дочери Там были Симптомы Симптомы Инсульта То есть Трудно Он Он Не соображал Уже Что происходит Он Тут ориентируется По ориентироваться Нарушение речи Нарушение речи Показалась Уже Какая-то Слабость Конечностей В одной Стороне Вот это Это все То что Мы Сейчас Во время Вот этих Компаний Говорим Обществу Вот это Симптомы Инсульта Если что-то Такое Появляется Вот это Сочетание Сразу Надо обращаться К медикам Чтобы не Не пропустить Ну А это все Уже было В лечебном Учреждении Притом В региональной Больнице Это региональная Больница С соответствующими Возможностями Круглосуточная Да Круглосуточная И надо было Уже сразу Соответствующее Лечение Оно Значит Вот Если мы Говорим О национальной Службе Здоровья Насколько Возможно Стимулирование Не знаю Тех врачей Семейных Прежде всего Которые Все-таки Вот эти критерии Так можно сказать Качество Выполняет И в меру сил Занимается Профилактикой Это как-то Влияет На этот Вот эту Вот ту сумму Которая Говорят таким Умным языком Капитации Вот на На практику Семейных Врачей Выделяется Влияет На данный Момент Это меньше 10% Но влияет Каким Образом Ну Нет В литературе Доказательств Того Что Подобные Модели Они Улучшают Качество Конкретного Врача То есть Хороший Врач Получает Больше Чем Плохой Врач Это Замечательно Но Если Если Врач Плох То Как правило Какие-то Выдвижения Конкретных Критериев Качества Это бесполезно Его качество Не улучшит И при этом Есть еще Другой Эффект Он концентрируется На конкретные Индикаторы И Это мы Наблюдаем И сейчас Кстати Они всегда Растут Критерии Качества Мы можем Радоваться Хотя Радоваться Здесь Особо Они будут Расти по Определению Любые Критерии Качества Которые Ты Укажешь Мы Думаем Конкретно Касательно Семейных Врачей То Идет Дискуссия О том Чтобы Связать Эти Критерии Качества Больше С Предотвратим С Предотвратим Госпитализация В том числе Сердечно-сосудистые Заболевания Диабет И так далее То есть У нас в Латвии Это хорошо Для пациента То есть Хронических Больных Становится Все больше И функция Семейного Врача Все больше И больше Становится Именно Ну Менеджмент Этих Больных Та же Терапия Медикаменты Динамический Контроль Да И если он Это делает Тогда Меньшее Количество Пациентов Из его Практики Попадают В больницы И Ну Такие Врачи Будут Получать Больше Это точно Да То есть Нет 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 Конечно Там еще Дискуссия С семейными Врачами Это все Очень Не просто Проходит Всегда Да Но На самом Нет На самом деле Это И С ними Уже Эти обсуждения Начались И там Ну Пока Вот Поскольку Все-таки Впереди И обсуждение Уже Правда В парламенте Но еще и Кабинет Министров Не принял Проект Бюджета На следующий год Что вы Как национальная служба Здоровья Что для вас Вот очень критично Важно Что получить Не за дополнительное Финансирование На те же Компенсационные Медикаменты Для профилактики Инсульта Еще что-то Да Приоритет Номер один Это Зарплаты Зарплаты Врачей Персонала Младшего Персонала Если Не Получается Поднять На 20% Судя по всему Нет Судя по всему Заявлениям Министр Здоровья Тогда 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 Будут Точнее Они Идентифицированы Я не хочу Сейчас Говорить Конкретно Потому что Здесь Еще Нет Решения Все-таки Окончательного Но Скажем Такие Специальности И Под Отрасли Как Интенсивная Терапия Где Давно Кризис Где Нет Санитаров Потому что И соответственно Ну Так Ну Буквально говоря Памперсы Бальным некому менять Дефицит анестезиологов И так далее Так далее Да Да В любом случае Да Зарплаты Хоть и не всем Потом Медикаменты Обязательно В том числе И Нужны Деньги На продолжение Терапии Инновативными Медикаментами Которые начаты В прошлых годах Это не очевидно Но Когда Когда Государство Начинает Оплачивать Новый Медикамент Который Продлевает Жизнь И Когда Появляется Новая Терапия Соответственно Этих пациентов Диагностируется Все больше Даже Удерживать Ту же Корзину Услуг Становится С каждым Годом Все дороже И Медикаменты Не Драматически Может быть Увеличить Количество Компенсированных Медикаментов Но Гарантировать По крайней мере Что те Кому Терапия Начата Что Эти медикаменты Не уйдут Из Компенсации Это Тоже Точно Будет Сделано И Ну Остальные Опять-таки Вопросы Тарифов Оплаты Определенных Программ Ну В общем-то Наверное Две Вот эти Вещи Зарплаты Медикаменты Да Вот Господин Рожук Все-таки Вы Преподаете Будущим Врачам Нет у вас Такого Тревожного Чувства Что Вроде Вы Даете Знания Вместе С другими Преподавателями А сами Думаете Ну Не получится Так Что Вроде Мы Их Обучим Да Они Потом Соберут Вещи И Уедут Нет Я думаю Такого Нету Ну Последний Год Там Какие-то Надежды Появили Все-таки Бюджет Здравоохранения Вырос Впервые За 25 лет На 20% Повысили Зарплаты То есть Увидели Конечно Этого Недостаточно Но Медики Увидели Какое-то Движение Поэтому Столь важно В этом И в следующем Году Это Продолжать Я говорю Студентам Да Мы понимаем Что зарплата Врача Должна быть Ну По крайней мере В размере Двух Средних Зарплат В государстве Медсестра 60% Санитар 40% Вот Это Тот Стандарт Но они слушают Верят Ну Потому что У нас У преподавателей Нет такого Права Там что-то Особенно Критиковать Государство Правительство Или министерство Наша Наша Обязанность Просто показать Что Есть бюджет Есть Этих денег Столько Сколько Их есть Это все Динамично Растет Их Задача Просто Делать свою Работу В надежде Что улучшится Это Экономическое Состояние И оплата Врачей Я уверен Что улучшится Я почему говорю Потому что Вот этот Случай С этим Доктором Из Резеклендской Больницы Доктором Тихоновым Вполне Возможно Что второй раз Вот этого Скандала Не было Если была бы Реальная Конкуренция Ну я так понимаю Если бы Главный врач Или там Приседит правление Резеклендской Больницы После Скандала Он бы сказал Слушайте Ну у нас есть Молодой Перспективный Врач Ну сколько Можно Мучить пациентов Да Конечно Там 10-15 Врачей Не хватает Особенно Вы понимаете В приемном отделении Где самая тяжелая работа Вы знаете Что меня Шок вызвало Наибольший Что в Страдине Больница Это лучшая Наша клиника Где когда-то Была огромная Честь Работать Не хватает 25 врачей 25 врачей Это флагман Ватвийской Медицине Это флагмане Ну так Я копился Это уже На порядок Ниже Больница И клиника Поэтому Прощаются Вот эти Просчеты Потому что Просто некому Заполнить Эти дежурства Ну ряд врачей Просто они Разъезжают Из одного Бывшего районного Центра В другой Дежурят И это все Ну на самом деле Не может Бесконечно Продолжаться Вот если мы говорим О компенсационных Медикаментах Я так понимаю Что те у кого Все таки инсульт Случился Ну практически Все жизненные Необходимые лекарства Можут получить Да С той или иной Степенью компенсации Да Потому что Я так понимаю Это уже не один медикамент Это целый комплекс Это так То есть это уже В принципе Неплохо Это неплохо Но остается Третий раз повторить Что соучастие Самого пациента Необходимо Чтобы он Аккуратно По дням По часам Принимал Эти лекарства Чтобы не было рецидива Конечно Потому что Есть вот два вопроса Можно ли Предотвратить Инсульт Можно Если будешь Вести соответствующий Образ жизни Если надо Принимать Какие-то препараты После инсульта Можно Не допустить Его повторения Можно Опять же Образ жизни И снизить смертность Тоже можно И конечно Конечно Это все возможно До 80% Что в медицине Очень огромный Процент Да Есть еще Ну некоторые такие Если с точки зрения Технологий И вот сотрудничество Больниц Тоже Несколько Актуализировано Таких вопросов Как например Есть такое Микроинсульт Да Такое понятие Без Без последствий Но во многих Таких случаях После микроинсульта Есть в течение Ближайших недель Риск Уже крупного Очагового инсульта Да 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 И У многих Таких пациентов Опять-таки Это предотвратимо Если Сделать Ультрасомографию Зонных артерий И И там Холестериновое Отложение Эти сосуды Опять-таки Встрадания Больницы Сосудистые хирурги Чистят Да Таким образом Можно предотвратить Ну и да Уже как говорили Тромбектомия Опять же Встрадания 24 Часа в сутки 7 дней в неделю Производится тоже Обеспечивают Да И это Ну опять-таки Новейшая терапия То есть в принципе Она доступна Да Да Это доступно Это доступно Я знаю Что и в Долгопилсе Хорошая Школа Инвазивных Кардиологов Тоже развивается Это все Это все Доступно Возможно С точки зрения Технологий Компенсации Медикаментов И так далее Пациент То есть Алгоритмы Да И так далее И вот это Сотрудничество Между Примарной Помощью Кардиологами Между региональными Университетскими Больницами И так далее Это то Что оно На чем мы Сейчас На что Фокусируемся Алгоритм Все-таки На вас Для Что еще Не хватает Ну понятно Что всегда Финансов Хочется Чтобы было Больше Но что Не хватает Не знаю Подготовку Врачей Может быть Действительно Еще более Широкая Информационная Компания Среди Не знаю Пациентов Групп Риска И вообще По поводу Здорового Обожи Жизни Что собственно Не хватает Ну Аппаратура Врачи Знания И даже Лекарства Сейчас у нас Есть То есть мы Лечим не хуже Чем Мы лечим Не хуже И обучаем Врачей Не хуже Почти половина Моих студентов Чуть Меньше Из зарубежных Стран Сюда Приезжают Заканчивают Наши Высшие Учебные Заведения И работают Потом из Германии Финляндии Италии Не только Из Филантии Конечно Из таких стран Поэтому С этой Профессиональной И технологической Точки Врения Я думаю Что все Более Или менее Идет Правильном Направлении Чего нам Не хватает Ну как-то Достичь Чтоб В течение Часа Или близко К этому Это все Происходило Лечение Поэтому Нужны Эти компании Для того Чтобы Прозеснять Населению Каковы Симптомы Что происходит Не только Профилактики Но и вот В горячем Уже Случае Когда это Все происходит Что вот Если есть Это Несообразительность Слабость Конечностей Трудно Говорить Глотать Что все Это Огромное Подозрение На Инсульт Человек Не просто Устал И надо Как можно Быстрее Обращаться К врачам Ну и конечно Работать с Медиками Работать С населением Для того Чтобы это Соучастие Пациентов Принимать Лекарства Годами В назначенное Время Чтобы это Происходило Мы сэкономим Огромные Средства Тем более Даже вот Как Как вы Констатировали В самом начале Что если Вот в первый Час Оказать помощь То можно Даже избежать И тяжелой Инвалидности Если все-таки Инсульт Не произошел Конечно Ну не всегда Но один из двух Больных Обычно Выходит Да И касательно Инвалидности Касательно Инвалидности Надо пару слов Сказать о реабилитации Да Которая опять-таки При инсульте Очень важна Именно Чем раньше Ее начать Чем она грамотнее Интенсивнее Тем лучше результат Я так понимаю Она начинается уже Да Да Вот с этого года С апреля Оплачивается Больницам Оплачивается Так называемая Срочная реабилитация Реабилитация Уже в той же Инсультной Единице То есть Физиотерапевт Приходит В отделение И Начинает Ну Какие-то манипуляции Производить Чтобы Вертикализовать Мобилизовать Этого больного Чтобы он уже Начал какие-то движения Это сокращает И риски И повторного инсульта Что тоже очень Часто происходит И так далее И плюс Вот этот Нейрологический Дефицит Опять-таки Чем раньше Интенсивнее Этим больным Заниматься Тем Лучший результат И Это Очень Выгодно С точки зрения Бюджета Потому что инсульт В принципе И в Латвии И в мире Это С точки зрения Расходов Государственного бюджета Это Проблема Номер один И Ну это Расход номер один Потому что здесь Не только Прямые Расходы В системе здравоохранения А потом еще И Социальный бюджет Пособия по инвалидности Потерянные То есть Поддержка близких И потерянные часы То есть Влияние на экономику Очень Великое Великое И негативное Да Спасибо большое За эту беседу Ну что ж Я думаю Что это будет Такой сигнал Радиослуштриям И к здоровому образу жизни И к тому Что надо все-таки Проверяться И Если уж действительно Группа риска Особенно Профилактически Принимать медикаменты Чтобы не допустить Вот развития И надо Чтобы раз в год Пройти Какое-то элементарное Обследование И чем человек старше Тем это обязательно После 60 Это 9 раз Больше Риск возрастает Да Спасибо большое